Должность, звание, фамилия, имя, отчество? Пуставар Дмитрий Николаевич. Пуставар? Пуставар Дмитрий Николаевич, 02-04-86, 36-я бригада, подразделение РиАД, зампотех. Звание? Лейтенант. Пришел младшим лейтенантом, я пришел по призову 2020 год, есть такая программа по поводу, в общем, призываются все пиджаки раньше были. То есть я при институте заканчивал военную кафедру, до 43 лет призывается в армию. В каком году еще раз? В 2020 году. Потом я отслужил год по призову, и год я, на год подписал контракт. Говорили, что ты будешь не выездной, то есть так как и по призову, ты будешь находиться в армии. Я занимался ремонтом техники, этот парень тоже занимался саморемонтом техники всегда. То есть, ну, вот, в принципе, моя история. Потом в Мариуполе мы выходила вся бригада, это где-то 10-го числа попали под обстрел, я выскочил с машины. Ну, обстрел городов был, то есть выскочил с машины, запрятался. Нашел хлопчика этого самура, он всегда работал со мной. Нашел его, он был контурен. Наша колонна дальше ушла. То есть, таким образом, пока я его вытягивал, там была железная дорога, я его вытянул. В общем, в принципе, потом сами выбирались своим ходом, под мостом хотели сдаться, махали белым флагом, по нам начали стрелять, ушли в посадки. С завода сразу, если выйти, то есть там идет озеро, мы через озеро вышли с завода. Там был забор, забор перемахнули, и рядом была копоть такая, километр где-то поля. Вот километр поля мы прошли, потом мы заходим в посадку, в первую. То есть, я его дотянул, дальше там железной дорогой был мост. Я не увидел ребят, которые под мостом сначала стоят, потом увидел, что стоят. В общем, взяли, попробовали, начали белым флагом махать, по нам начали стрелять. Мы ушли в соседнюю посадку, в соседней посадке работал миномет. Те, кто были под мостом, пошли за нами в погоню, естественно. Там, где был миномет, там работал миномет, он был в кабанере. Я проскочил, взял его на плечо, протянул соседнюю палатку, кинул, выхода не было просто. А ребята, которые с под моста вышли, они подошли к минометчикам, и, видать, там расспрашивали, кто как, где и чего проходил. Потом мы отлежались 2 дня в посадке, он отлежался. Даня нормально стал себя чувствовать, ну и мы дальше начали выходить. Выходили через Мангуша, ой, через Мангуша, старый Крым, выскочили через старый Крым мы, в общем. И дальше, так как карт нету, интернета нету, начальство нам ни хрена не сообщило, где какие территории, где ваши войска стоят, где наши войска стоят. Это был компас, и я в северо-восток, и шли в сторону Запорожья, прятались по посадкам, то есть старались людям не попадать на глаза, населенные пункты обходили 10-й дорогой, ну таким образом проползали через блокпосты. Где поймали? Честно, я не знаю, у меня карты нету даже. Населенного пункта ближайшего. Вот этого не знаю, ну, маленькое село, и мы проскакивали, и тут на тебя, не обошли его уже, не обошли его, а вот-вот выскочили, и они тоже, и они начинают стрелять, у нас ни оружия, ни хрена нету тоже. И сразу сдаваться. Ну какой смысл был вообще? То есть, ну таким образом. 10-го вся бригада ходила? Вся бригада и шла на выход, и всю бригаду накрыли артиллерией, вся, всю бригаду сбили в одну кучу идиотизма, больше часа стояли, ждали. То есть, меня, знаете, уже самого там трусило, думаю, ну как, ну если выходим, то выходим, да, там, на прорыв, то есть, ну все должны идти по отдельности, расстояния, и так авиация и прочее работает, то есть, ну, у нас, так скажем, превосходящие силы перед нами, то есть, ну, просто идиотизм. Всех сбили в кучу, а потом час времени, и как начали долбить по нам со всех сторон. А кто дал приказ выходить? Приказ дал, как я понимаю, наверное, комприх наш. Собрали, в общем, на выход всех. Вещи мои остались в машине, потому что я за ним выпрыгнул, то есть, там рюкзак был, удостоверение, там, ПМ был, автомат был, то есть, там, ну, мне не дороже было в тот момент, потому что ограды работают, я выскочил, потом салют Даня под рельсами, за ним сразу раз туда. То есть, ну, ну, все есть. А вам конкретно кто доводил? Мне доводил, мои командиры доводили, что мы будем выходить, то есть... Кто в должности, как зовут, позубные? У меня был Локоленков Павел... И отчество его не знаю. Локоленков Павел, это командир Ядена. Звание у него какое? Он полковник. Это, ну, командир, позубное разделение. По рации у него позывное было Браво. У нас всегда выходили Браво, Браво, то есть... Ясно, он уже не первый с таким позывным. То есть, выходила вся бригада. Да. Попала под обстрел, потом, что часть бригады оттянулась назад, или все... Часть бригады поехала опять по направлению, по направлению поехали. А я хлопца этого же вытянул, контуженный, соля, они просто уехали. Ну, и в данной ситуации, что мне было делать? Ну, понятно. А сколько человек выходило, и на чем, на какой технике? Точное количество, я не скажу. Ну, где-то, я думаю, выходила, вся бригада выходила. То есть, это под тысячу человек, наверное. Десятого числа. Десятого числа. Техники было, где-то три танка было. Это из тяжелой техники. Потом... Что у нас? ЗУшки были, я не знаю, целые или нет. Но одна точно целая. И к ним особо не касался. САУшки были. Количество. Точно, я не скажу, САУшки количество тоже. Грузовики, МАЗы, допустим. Грады там оставили. Потому что грады уже небоеспособные мы. Мои два Урала выходило. У меня четыре Урала было, за мной прикреплено. Два Урала мои. Двое мясо просто. Уралы бортовые? Бортовые, да. Мы их обшили железом до выхода. Четверочка где-то такой. Ну, чтобы хоть этот скол до пуль до пуль там спасли. Ну, в принципе, все так. На все остальное МАЗы. То хамера тоже выходили. Двигались колонны. Много их было. Хамеров. Точное количество, я вам не скажу, журнал. Возле нас было два. Но там еще впереди шишло БМП, пехота. То есть, дальше обшуровали танки в прикрытии. То есть, ну, в основном-то хамера в БМП находятся. Вся масса. Ну, то есть, в пехоте нашей. Да, и в разведке. Ну, разведку сильно побили. То есть, в разведке у нас там практически уже не осталось. У нас и БМП очень мало. То есть, в пехоте тоже оставалось небольшое количество человек. У меня тоже у самого подразделения. То есть, достаточно немало ребят погибло. То есть, ну, тут... Ясно так. Рядом. Кто вас корректировал? В каком плане? Огонь корректировал. Этим всеми делами у нас занимались комбаты. Комбаты и полковник. То есть, я дубовый в артиллерии. Полностью дубовый в артиллерии. Кто тоже должен выдавать координаты, что навестись вот туда. Навестись вот туда. Взять левее, правее, ближе, дальше. Кто у нас там у него? Ну, комбаты, я же время этим занимались. И этим занимались самоходки. Там были на бусулях. Они стояли на крышах. Прочее. Самоходная артиллерия. Там они занимались этими вещами. То есть, ну, по крышам, как обычно, ставятся. Да, ну, соль он дает направление. А дальномер хрен его знает. И дальномер в этих не видел там в глазах. Хотя я с ними и не стал делаться особо. Ясно. Выходили с Ильича или с Азов стали? Вот первый золот идет, который верхний. Вот так. А второй вот тут внизу. И мы здесь выходили. И если сейчас подсередить мой телефон, я вам сейчас все карты, весь маршрут, в принципе, покажу. Вот этот я телефон нашел. Ну, подсветка ночью лазить. Это не мой телефон. Вот это мой телефон. Он без пин-кода, потому что, ну, мне тут нечего скрывать. Я там была, у меня ничего такого нет. Ну, если вы поставите сейчас на ТЭПСИ зарядку, то, в принципе, я могу по карте показать, как мы выходили, заходили, где стояли, где располагались. Карта потом. Можно проверить, что я отказываюсь принимать участие в боевых действиях, стрелять и прочее. Я там могу технику ремонтировать, прочие вещи. То есть это, у меня обещали за это судить. Потому что я когда увидел все, что вокруг происходит, это мрак. А что происходило? Не, ну, как правило, то есть, ну, боевые действия и, ну, я чуть-чуть, ну, я не армейский человек. Я случайно варимый, так скажем, в обвал. Поэтому я написал думал, что отказываюсь принимать действия в боевых действиях. Так же самое, вот, и хлопчик, который здесь, то есть, нас обещали судить за это. Ну, такое... Ясно. Скажите, связь на заводе есть, интернет, сотовое... Ни хрена не было, в штабе включалось, а иногда... Я был 45 дней, мы не были на связи, я не знаю, что вообще происходит в мире. Практически. И то, когда связь там появлялась, а в штабе, ни новостей, ничего не посмотришь, что по своим, только позвонишь по вайберу. Или смс-ку. То есть там, родителям я вообще даже звонить не хотел, там напишу, у меня все влог. Ну, чтоб не видеть, да, там сестре, там, влог, позвоню, там, не поговорит, там, варышнин, в мельком, и то тоже. Вот все, так ни связи, ни интернета. Первые несколько дней, блин, бригада заехала 28 февраля, и первые несколько дней еще был интернет, потом интернета не стало. Ну, и так, ну, сами понимаете, что если бы я, допустим, по вашей сети зарегистрировался, меня бы сразу нашли, да, точки расположения и прочие вещи, поэтому по вашей сети регистрировался, даже здесь, когда вы посадками уходили, очень хотелось посмотреть, как, куда, и чего, и карты, и прочее, а только компас есть, выходят по северо-востоку.